Здравствуйте, друзья! Уснова сада уже лизовых. Это сейчас называется плодобетонник. Причем, если вы обратите внимание, он кочующий. То есть постепенно переходит в маточный сад. Помаленьку, видите? Вот. Почему это надо? Слюки нужны. А в больших деревьях их уже особо ты не возьмешь. Вот. Например, вот с этих вот абрикосов молодых, где-то 6 лет, еще годом-двумя раньше, я брал 50-70 черенков. В этом году случилась дикая страшная засуха. Вот. Результат. Прироста нет. Почти нет. Вот это одна из проблем проблемных. Ладно, давай посмотрим, чем занимается молодежь. Вот. И так, это питомник. И так, подготовка к зиме. Что-то надо к зиме будет посадить. Вот. Значит, Сергей Жилинов, Андрей, его помощник. Вот. На меня ноль внимания. Некогда им нас уточить. Что я это вижу? Знаете, что Сергей делает? Ну, сажает одно дерево, водоносящее, крупное, для того, чтобы на его месте посадить 10-20 саженцев. В Сибири и в стране для лучшего питомника. Самого маленького, но самого качественного земли нет. Сережа, ты сейчас это, я смотрю, манжурский орех, вам манжурский абрикос выкачивал? Вот этот, но... Не жалко было? А куда их? Куда их? Тут вот будут сотними расти. Ой, горько, горько. Тридцать восемь лет назад, когда я начинал за один такой абрикос, я бы или душу бы продал. Вот. Тут то и дело. Все равно жалко, у меня всегда сердце кровью обливается, когда я такое вижу. Земли нет, земли нет. Тот-то участок соседей нам не продали и зарос он березами. Сейчас я людям покажу его. Если бы нам его продали по 50 тысяч в сутки, вот. Сейчас там, где растут березы, видите, вот он. Вот они успели вырасти какие. Вот. Все остальное тоже заросло к черту. Там бы росли бы эти же самые абрикосы. Вот. Но это ладно, культурные там, военные, королевские, супер сорта. Да. Но даже манжурские абрикосы уже начали давать плоды до 30-40 грамм. Они оккультурились. Они пожили среди культурных. И еще раз, вот эта страшная вещь, это жертва того, что наша земельная политика заключается в следующем. Вот. Умрем, но людям земли не дадим. Пусть зарастает соснами, что и происходит. Вот. Ну, одно утешение. На этом месте вырастут сотни-сотни саженцев. Ладно, смотрим дальше. Хоть и горько было, но жизнь продолжается. Итак, выкапывающиеся абрикосы. Ну, да. Ну, да. Так, теперь все это весной уже будет привито. Да, это мы сейчас садим. Понятно. Ну, так-то их, в общем-то, прилично. Прилично. Но все равно косточки посадишь. Вот сюда. Ладно, понятно. Так. Пойду дальше смотреть. А вот эти абрикосы, они уже плодоносили. Теперь это твой маточный сад. А то ты еще, не дай бог, их тоже выкручиваешь. Это чудо. Да. А эти что, не на постоянку? Ну, эти маточные, они долго они нет. Ну, долго-недолго, а у меня некоторые маточники 30 лет уже. Ладно. Я в твою политику не вмешиваюсь. Я там, мы с тобой как тот Евдокимов рассказывал. На том конце деревни. Я на этом конце деревни никого не трогаю, а отец на том конце. Вот так и живем. Единственное, меня смущает, я к Чернобаеву сегодня заеду. Потому что, наверное, ты все косточки, ой, все черенки перчиков ты и заберешь, я чувствую. Может он, наверное, мне продаст. Ну, я смотрел, вроде есть у него. Ха-ха. У него теперь это, свои все норме. Вот такой. Так, ну ладно, полюбовался. До сих пор не знаю, что это за декоративный куст. Посмотрим. Вот, вот эти вот абрикосы. Красавцы. Молодые, шикарные. Здесь фаины. Королевские. Баи, Серафимы. Вот. Их не купили, он их продать хотел. Не получилось. Не купили. Вот, а это что такое? Правильно. Это у нас черный абрикос. У них сдержанный рост. Вот такие они. Что еще показать-то интересно. Груши уссурийские. Сережа, ты их так и прививай, что их рассаживать? Нет, груши-то я так и оставил. Тут, правда, густовато. Нет, груши-то я так и оставил. А, ну понятно. Ладно. Теперь мне некогда с вами леса тащить. Пойду дальше. Вот, это кочующий питомник. Здесь деревья уже остаются навсегда. Еще год-два и опять станет вопрос, где садить саженцы. Вот. Одна из проблем была. Здесь, ладно, вот, веточки длиной с сантиметров с 30-40. Их тогда буду так делать. Обрезал. Вот. И посылку буду ложить вместо одной-две. Вот, видите, они покороче обычно. Вот. Интересно, что за груши. Вот. И почему она до сих пор? А, зимний сорт. До сих пор зеленая и обсыпаться не собирается. Даже для Сибири она сильно зимняя. Так. Где же берочка? Ну, придется ждать плодоношения. Она еще не плодоносила. Тогда окончательно разберемся. Имеет это ценность. Вот это вот интересная вещь. Вот. Вещь. Груша. Ну, это с бирки. Сейчас посмотрим. Приднерусская. Правильно. В нее поселелый штамп. Вот. Замечательный сорт. Тут однажды Торсун Доскобилов. Торсун Плот Доскобилов привез ко мне гостя. А гость был. Ученый из, стыдно говорить. Ну, скажем так, в общем, ведущего Сибирского института. Вот. Я водил, угощал грушами. Сейчас уже не могу угощать. Поздно. Уже нету. Вот. Что сгнило. Уже морозы были до минус 7. Вот. Что успели собрать. Вот. Что догнивает. Сейчас расскажу интересную историю. Вот. Вот. Все уже. Уже нету. Видите. Да? Гнивает. Вот они. Ну, это ладно. Я уже раз рассказывал эту историю. Но она очень интересна. И поучительна. Итак. Я ему угощал. Ладой Воронежской. Десертной. Так. Осенний Яклё. Память Яковлёва. Нарядный Ефимова. Сварогом. Нет. Сварогом не угощал. Вот. Так. И дальше. Еще. Монастырской. Мраморной. Космической. Еще несколькими. Память-то не железная у меня. И. Сварогом. А он человек непростой. Вот. Доскобил. Сварогом. 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 А почему я вспомнил. Потому что последнего подходили. Груша среднерусская. Вот. Он тоже не знает. Такой сорт. А как можно было не знать сорт среднерусскую. Вот. Вот. Я когда-то наизусть помнил около десятков сортов. Чисто сибирских. Созданных этим ведущим институтом. В Сибири. Город не называют. Зачем. В прошлый раз все это. Упоминать. Где тут институт якобы на грани закрытия. Или уже закрыли. За неэффективностью. Или денег нет просто. В бюджете в стране. На такие институты. Вот. Он никогда не слышал. А в Сибирске производили. Единственный из Сибирского института. Это. Сварог. Я не помню. Может не угощал. Потому что он сказал бы. Ну с Сварогом то я знаком. Это как раз их институт то Сварог то и создал. Тем более что я дружу. С одним из авторов этого сорта. Потому что. Автор этого сорта. Байкова Галина Николаевна. Один из тех кто. Тех кто ранировал ее. По нашему району. И не просто ранировал. Получилось просто чудо. Вы думаете у него были. Большие урожаи. Не. Небольшие. Нет. Огромные. Невиданные. Неслыханные. Вот так ребята. Это. И. Две. Груши. Были. Вот тут. У меня там есть. Вон громила отсюда видно. Вот так. И. У меня. еще. Ну. Которые. Наклонялись. Вон. Кто. Молодежь. Молодой. Которые. Молодежь. Я поднимал гнилую. А. Вот это. Была. Еще одна. У нее были. Небольшие урожаи. Какие там большие. Что вы. Огромные. Молодежь. Получилось. Ну. Уже перебор был. И. Мы взяли. И. Спилили. Сергеем ее. Здесь. Всегда была. Груш. Три слоя. Усыпана. А. Места нам не дают. Мы. Еще. Спилили. Одну. Старую. Старинную. Грушу. Одна из первых. Которая. Уже. Забыл. Какой. Сорт. Вот. Им. Зато. Избавившись от двух крупных груш. Мы. Посадили. Вот. Этот. Абрикос. Видите. Молодые. Абрикосы. Посмотрите на эти приросты. Вот. Это. Новинки. Эти. Абрикосы. По принципу. Один. На всю. Планету. Почему. Потому что. Адвиративные. Гибриды. С. С. Огромными плодами. Вот. Видите. Вот. Он. Пень. И. Мы. Когда. Садили. Принцип был. Такой. раз. Росла. Семечка. Культура. Садим. Косточка. Культура. Вторая. Смотрим. Вот. Этот. Второй. Пень. Отступили всего метр. Посмотрите. Как прекрасно растет. Вот. Этот. Первый. Год. Второй. Год. Посмотрите. Принцип. На полутора. Двух. Метра. Несмотря на то. Что казалось бы. Нельзя садить. Это место. Заражено. Здесь. Росла. С. Огромными. Урожаями. Вот. Эти. Груши. Были где-то им по 25 лет. Вот. Этой. И. Вот. Этой. А может и 30. Всего я тут хозяин еще 38 лет. Да. Где-то по 30 уже. Вот. И. Удачной посадки на холмы. О. Сейчас закончится. Съемка. Потому что. Моргает. Зарядка. Ну. Ничего. Успел. Вот. Еще раз. Хороший совет. Там. Где была семечка. Культура. Причем. Не молодая. Казалось бы. Здесь вся земля должна быть отравлена. Высажена. Вот. Такие приросты. Дает. Молодежь. Я покажу. С этой стороны. Потому что. Вот. Одно из великолепных деревьев. Вот это вот. Жердель. Привитая. Ломанжурца. В этом году. Телевидение снимало. Дало больше трясти ведер. Когда на глазах телевидения было. Собрано 10 ведер. Ну. Пока что съемки. Такое впечатление. Что. Эти 10 ведера не было. Столько было. Столько и осталось. То есть. Когда дошли до тридцати. Так. Честно говоря. Все и не собрали. Вот. Вот. Скажите. Не правда. Смотрите. Пока еще есть. Внимание. Видели. Вот. Так. Вот. Покрыто. Все десятки квадратных метров. наверное. Привели еще. Вот. Вот. Отступили. Смотрите. Видите. Вот. С такой густотой. Дикой. Невероятно. Это было вот такое дерево. Я догадываюсь, что здесь было на самом деле 40 ведер, а может и 50. Вот это и есть возможности нашего участка, потому что здесь есть несколько секретов всему свету. Я их никогда не скрывал, к моему огромному сожалению. Никому нужны не эти семена, никому нужны не агротехника. Но я хожу по саду и поваленчику все эти секреты вам раскрываю. Вот так они выглядят. Да, тесно. Вот подсадки еще молодых фабрикосов. Вот им три года весной исполнится. Вот еще. Вот. Это молодежь. Посадка на холмы. Это основа основ. Ну что, еще не кончила зарядка. Давайте тогда скажем так. Вы видите, что весь участок он не такой же большой. Под садом соток 30, наверное. А умные люди говорят. Берете грабли, все это выгребаете, потом лопату и перекапываете все это. Называется подготовка к зиме. И называется это борьба с зловредными насекомыми. Я до сих пор их не нашел. Не считая некоторого количества яблок, которых поселились в планожорке. Вот. Я никогда не видел. От линии опрыскивали. Ее тут нет. Вот. Ее просто нет. А вот именно это тупое, направленное на превращение работы обыкновенных датчиков в каторгу. Все.